Сахарная часть сосудистой системы, она и приводит к тому, что наши периферические, особенно в первую очередь это ноги, в первую очередь ноги, почему на ногах появляются темные пятна, которые потом превращаются в язву, а потом весь этот процесс идет дальше. Чем он заканчивается, вы все знаете. Понимаете, и не надо думать, что если вам назначили сахароснижающие препараты, они вас защитят вот от такого рода последовательных тяжелейших процессов. Нет, не защитят, к сожалению. Потому что дальше начинается еще более тяжелый процесс. Ведь эти разрушения капиллярной части, оно приводит к тому, что наши почечные канальцы не дорабатывают. А в результате, так сказать, организм начинает вместе с нативной мочой, начинает выбрасываться сахар из организма, потому что избыток сахара убивает организм. Понимаете? И в результате начинаются и здесь нарушения, и в результате мы с вами получаем хроническую почечную недостаточность на уровне гламирола нефрита. Понимаете, что получается-то? Вырастает нагрузка на печень. Печень начинает страдать. Появляются все признаки почечных отравлений. По печени начинает наш основной фильтр, который держит нас с вами в чистоте. И вот здесь я должен сказать об одной вещи. Просто, потому что очень многие врачи говорят, что вот не очень понятно, что такое шлаки, зашлакованность организма. А что ж тут не понимать-то? Вот в одном из первых монологов наших я рассказывал о том, что такое шесть стадий зашлакованности организма по реке Вегу. Был такой доктор, который об этих стадиях писал. Вот мне кажется, что диабет это великолепная иллюстрация к тому, о чем писал реки Вег. Ведь понимаете, да, наш организм замечательно справляется, если он здоров, если у него нет никаких проблем особых. Понимаете, он справляется и с очищением организма, и кишечника, и с мочой уходит все лишнее. Все оно так, и кожа нам в этом очень здорово помогает, все правильно. Но с течением времени эти системы устают. Да, и вот эта вот недоработка, и маленькая, незначительная, казалось бы, начинает, результаты этих недоработок, они начинают накапливаться вот таким образом. И появляется тот уровень шлаков наших собственных. Это накопление продуктов собственной жизнедеятельности, которые не до конца уходят из нашего организма. Ведь понимаете, да, инсулинозависимый диабет, он в первую очередь зависит от того, как хорошо работает наша поджелудочная железа. Нет ли там дефектов определенных нашей структурой, собственной, вот индивидуальностью нашей, да? Вот эти вот дефекты, которые приводят к тому, что, так сказать, инсулин не вырабатывается в достаточном количестве, не участвует в этом процессе. Или по каким-то причинам наш собственный организм собственный инсулин не воспринимает. И такого рода ситуации есть. И вот эти вот дефекты, накопление патологических изменений и приводят к зашлакованности организма. Вот где этот корень нашей зашлакованности. Потому что все-таки инсулин второго типа, о котором мы в большей части сейчас и будем говорить. Потому что те, так сказать, генетические дефекты, которые есть в поджелудочной железе, мы с вами не исправим. Не исправим. Нет лекарств таких. Нету таких таблеток. А если бы даже и были, то там был бы такой список побочных действий, от которых потом надо на эти побочные действия дополнительные лекарства еще брать. Понимаете, в чем дело-то? Поэтому мне кажется, что большая часть проблем, связанных с сахарным диабетом второго типа, связана как раз с накоплением этих самых шлаковых отложений. И с изменением сосудистого ложа, особенно его микрочасти, капиллярной части. Вот почему надо начинать борьбу с сахарным диабетом. Соблюдая стопроцентно режим, назначенный врачом, соблюдая диету, обязательно надо думать в первую очередь. Даже не о поджелудочной. Потому что в поджелудочной железе, в которой точно так же капиллярная система разрушена, К чему это приводит? Это приводит к тому, что сама поджелудочная железа перестает получать и достаточное количество питания, и достаточное количество кислорода для жизни. Это нам надо делать. Именно поэтому первым шагом, который мы с вами определили, станет прием воды. Прием воды. Это очень нужно, потому что вода поможет нам органично для нас самих вот эти отложения шлаковые, токсические, потихонечку убирать из организма. Промывать его надо, к сожалению. Это надо делать. Я напоминаю, первую процедуру, когда мы с вами берем один стакан с водой и один пустой, Десять раз переливаем из стакана в стакан, и вот таких два стакана воды в день мы должны выпивать. Это первое. Второе, на что мы с вами обратили внимание. И это очень серьезная проблема, потому что сегодня профессиональная медицина занята этой проблемой уже очень давно. Сегодня активнейшие совершенно поиски идут в направлении методов, лекарств, возможно, даже, которые бы способствовали восстановлению нормальной текучести крови. У диабетиков зачастую, вот я разговариваю с профессиональными врачами, которые занимаются этой проблемой, она похожа на кетчуп. Она не выдавливается даже. Понимаете, сосудики эти не работают, они разрушены. Значит, нам надо с вами думать о текучести крови. Вода вот таким образом отработанная будет помогать и в этом, в этой части. Значит, нам нужно с вами восстановить текучесть крови, облегчить, облегчить доступ крови вот к тем капиллярам, к тем клеточкам, которые задыхаются в том числе и в поджелудочной железе. Это второй момент, третий момент, о котором мы с вами должны думать, и мы об этом с вами начали говорить. Помните, я в прошлой передаче сказал, вот с этого дня надо подумать о траве, не сахароснижающей даже, потому что сахароснижающие препараты вы получаете. Первое, о чем мы должны с вами думать, о том, чтобы нам восстановить текучесть крови, с тем, чтобы все-таки кровь начала, вернулась к своему нормальному состоянию питания и поддержания наших клеток, клеток наших органов и в первую очередь самих сосудов даже, самих капилляров. Понимаете? Значит, кора ивы, помните, мы говорили с вами о коре ивы. Вот с сегодняшнего дня вы начинаете принимать кору ивы. А тварь коры ивы, он вам в этой ситуации будет помогать. Безусловно. Вот теперь третий момент, о котором мы с вами должны, безусловно, думать. Ведь, смотрите, как правило, при сахарном диабете происходит еще одна вещь. Еще одна вещь. У нас с вами, в силу того, что вот эти процессы углеводного обмена, производства из углеводов, производства энергии нашей, за счет которой мы живем, оно, как бы, так сказать, тоже имеет свои особенности. И у нас образуется запас энергетический, в результате которого мы с вами и толстеем. Накапливаем эти жиры, которые являются депо энергетическим. Вот туда уходит излишек энергии. Понимаете? И нам надо с этой энергией что-то делать. Что-то делать обязательно. Ее надо тратить. Ее нельзя в себе, так сказать, держать. Потому что доктор вам говорит, нельзя голодать при сахарном диабете. Я вам скажу, нельзя голодать при сахарном диабете. Да вот так, как это вот, да, сухой голод, мокрый голод, 40 дней, 10 дней, 5 дней, нет. Но в то же время вы должны же понимать с вами, что постоянный прием пищи рождает, да, нужен для чего? Для того, чтобы у нас была энергия для жизни. Но если энергия не тратится, она идет в кладовую, в запас, и мы начинаем толстеть, разбухать. А, так сказать, лишний вес приводит к разрушению еще большему сосудистой системы. Нагрузка на сердце, начинает вообще страдать миокард, начинает страдать сосуды сердца, атеросклероз начинает диабетически развиваться. Тот самый, с бляшками, классический, как положено. Тогда что же делать? Вот мы должны с вами начать физические упражнения. Нам нужна физическая работа, которая бы тратила лишнюю энергию, лишний жир, тратила. И с ним надо воевать. Понимаете? Физические упражнения, физические нагрузки. Какие это физические нагрузки должны быть? В первую очередь, это ходьба. Ходьба. И здесь об этом не нужно забывать. Причем даже при нарушениях серьезных, которые существуют в сердечно-сосудистой системе. Даже при ишемической болезни, сердце, стенокардии, аритмии, и все. Ходить нужно. Единственное, нужно понимать, что вот сегодня вы способны пройти 300 метров, не больше, и вынуждены отдыхать. Делайте это. Отдохнули еще 300 метров. Отдохнули еще 300 метров. Набирайте километры. Метры нас не устроит. Километры надо набирать по ходьбе. В день на ходьбу. По квартире ли вы это делаете? Путь не торопясь. Но вы ходите. Ходите. Вы тренируете вашу диафрагму. Обязательно при этом. Обязательно это нужно делать. Понимаете? 45 минут в день. Но только ходьба не решит наших проблем. Понимаете? Нам еще надо заставить работать нашу диафрагму. С тем, чтобы диафрагма, наше венозное сердце, помогала нам. Подняли. Подтянули диафрагму. Опустили вниз. Подняли. 5 минут в день диафрагма. 45. Ходьба. 5 минут диафрагма. Безусловно, и там, и там. После этого надо отдыхать. 5-10 минут надо отдыхать обязательно. После этого мы пробуем с вами упражнения, связанные с... Приседаем просто. Да? Вот наш собственный вес, да, особенно если он излишний, да, становится теми гантелями и той физической нагрузкой, который нам помогает из этой ситуации выходить. Мы опустились, поднялись, опустились, поднялись. Опять. Я понимаю, что состояние ваше может быть таковым, что даже лишнее, каждое лишнее движение будет вызывать и одышку, возможно. Да? И сердцебиение, возможно, всё. Соразмеряйте. Соразмеряйте. Не доводите себя до изнеможения или не доводите себя до кризиса. Нет. Аккуратно. Не надо торопиться. Медленно опустились, медленно встали. Вот медленные, медленные, плавные движения, эффективность этих нагрузок увеличивает. Вы, если вы поделаете хотя бы неделю вот это, хотя бы неделю, понимаете, вы себя начнёте чувствовать уже совершенно иначе. Уже совершенно иначе. Вам станет легче. Всё то же самое, что я сейчас говорю, имеет отношение и к гипертонии. Дальше можно подключить уже какие-то упражнения с нагрузкой. Можно, у кого есть такая возможность, начать плавать потихоньку. Каждый день вы должны полтора часа тратить на физические упражнения. Вот смотрите, пожалуйста. Вот это шаги, вода, дальше кора ивы, физические нагрузки. Вот эти. Ещё раз говорю. Надо точно совершенно, исходя из собственного состояния, дозировать их. Но полтора часа этих нагрузок должно быть у вас каждый день. Каждый день. Вы будете восстанавливать мембранный механизм сосудов ваших. Да, сосуды начнут, так сказать, извините, приобретать нормальный тонус. Потихонечку вы усиливаете обменные процессы на уровне белкового. Да? А это значит, у вас сменяемость клеток самих, да? Вот быстрейшая утилизация отмерших клеток и рождение новых будет больше. За счёт чего? За счёт того, что ваше. Помните, я в прошлой передаче говорил о митохондриях. Да? Наших энергостанциях в наших клетках. Которые помогают нам быть здоровыми и сильными. Метахондриальная система. Смысл её заключается в том, чтобы всё время давать человеку столько энергии, сколько он требует от себя. Сколько он от себя требует. Запомните. А что же получается? Понимаете? Если у нас энергии всё время больше, чем мы тратим, наши митохондрии останавливаются. Им не надо, их не надо такое количество. Эту систему не надо развивать. Она начинает развиваться только тогда, когда начинают расти эти физические нагрузки, когда растут энерготраты. Вот энерготраты растут, наступает момент, когда той энергии, которую митохондрии нам отдают, не хватает, и их количество начинает увеличиваться. Увеличение митохондрии сразу даёт нам иной тонус жизненный, иной. У нас на всё начинает хватать сил, потому что энергии больше. Это не зависит от количества еды, которую вы съедаете. Не зависит. Понимаете? Это зависит только от энергопотребления. Вот от чего это зависит. И ещё один момент. Невероятно важный, почему нужны эти физические упражнения. Есть такое понятие – колатеральные сосуды. То есть, это обходные сосуды. Скажем, в венечных сосудах сердца, в коронарных сосудах сердца образовались стенозы, да? Где просвет сосудиков резко сокращается. Остаётся 25%, 30%. Соответственно, так сказать, проходимость крови резко снижается. Возникают недостаточности снабжения сердца самого. Так сказать, кровью, питанием всё, нарушается трофика. Понимаете? Так вот, у организма есть такая особенность. Он вокруг этого вот узкого места проращивает сосудики, которые это узкое место обходят. И это удивительная совершенно картина. Когда вот её смотришь на компьютерные томографии, так сказать, этот момент коронарный, да? Это видно, как вот целый куст этих сосудиков, ручейков, да, обходят это узкое место, начинаются с момента до этого урежения, что ли, вот до этого стеноза, да? И заканчиваются после него. Они как бы восстанавливают кровоток в полном объёме. И сердце перестаёт себя чувствовать незащищённым, больным, угнетённым. У неё всё есть, кровь поступает, всё хорошо. Понимаете? И стенты не надо ставить никакие. Понимаете, эти вот коллатеральные сосуды, они прорастают. Они усиленно прорастают, тогда быстрее, скажем так, и мощнее. Когда у нас с вами есть физические нагрузки. Нет физических нагрузок, они всё равно образуются. Но дольше, намного дольше, чем это требуется. И зачастую они не успевают сформироваться до того, как человеку становится совсем плохо. Вот для чего ещё нужны нам с вами эти самые физические нагрузки. С тем, чтобы, возможно, быстрее сактивизировать этот процесс, да, воссоздание коллатеральных магистралей внутри нас с вами. Вот для чего это нужно. Теперь, что касается... Да, вот смотрите, вода. Дальше у нас с вами идёт как бы следующий порядок, да. Это караивы. Для восстановления текучести крови обязательно за этим надо смотреть. И что ещё, так сказать, нам надо? Физические нагрузки. И очень важно, смотрите, после каждой физической нагрузки, после каждой, вот, вот, цикла физических упражнений, будьте добры, возьмите, примите сорбент. Но самое простое, о самом простом, мы уже с вами говорили, это активированный уголь, да. Проще простого. Почему? Да потому что любая физическая нагрузка требует от меня энергии. А раз требуется энергия, значит, соответственно, усиливаются, ускоряются процессы обменные, да, биохимические процессы в организме ускоряются. Выработка ферментов, это преобразование, окислительная реакция, всё убыстряется, ускоряется, всё на потребу организма, на то, чтобы ему обеспечить эту работу. Соответственно, и продукты жизнедеятельности, то есть продукты, шлаки от этих процессов, а их тоже оказывается больше. Больше. Значит, нам надо с вами, по крайней мере, сразу после того, как вы закончили этот цикл физических упражнений, принять сорбент или адсорбент. Самый простой – это активированный уголь, это самый простой. Есть там травяные сорбенты разные, есть олидовые сорбенты разные. Самый простой, но его надо принять. Не говоря уже о том, что сорбенты берут, связывают и выводят из организма ещё и всякие патологические иммунные, аутоиммунные комплексы, антигенные комплексы. Как раз после физических нагрузок это очень и очень важно. И вот как раз второй стакан вот этой активированной воды имеет смысл выпить после, сразу после, так сказать, вот когда вы принимаете ацорбент, вот в это время и выпить этот стаканчик воды. А дальше по глоточку в течение дня эту воду надо обязательно до тех самых двух литров набирать. Набирать. Вот смотрите, мы с вами, казалось бы, сформировали первые шаги. Первые шаги. Очень прошу вас, научитесь. Я вот сейчас говорю вам это, а у самого в ушах звучат, потому что разговариваю я с вами много по телефону. Два дня в неделю, так сказать, у меня вот такой, как это называется, мы с вами на прямой связи, я разговариваю с людьми из разных-разных-разных, от Израиля до Крайнего Севера, до Дальнего Востока и до Прибалтики. Понимаете? Я слышу, как вот эти вот все время, а вот как же, у меня же вот килограммы, у меня же это, у меня же это, а мне тяжело, а я задыхаюсь. Так, дорогие мои, не надо себя доводить до этого самого. Одно упражнение сделали, прошли 100 метров, остановитесь, 50 метров остановитесь, отдохните и идите дальше. Доводить себя до состояния изнеможения не нужно. Но вы должны понять, что это единственная дорога, которая приведет нас к здоровью. На самом деле единственная. Я не оговариваюсь. Я не оговариваюсь. И мне кажется, что то, что диабет стремительно нарастает, проблема вот в этой неутилизированной энергии, которая заставляет нас толстеть. Понимаете? Непотребленная энергия, которая остается в нас, и которая рушит нам сосудистую, наше сердце, и нашу поджелудочную в том числе. Потому что мне кажется, что сахарный диабет, особенно второго типа, это производная нынешней культуры жизни. Где нам все предлагается. Зачем вам голодать? Вот вам таблетка, и будет все хорошо. Только таблетки не помогают, наоборот, убивают нас. Я надеюсь, что вы запомнили вот эти первые четыре шага. Вот сразу после этих четырех шагов я и начну рассказывать дальше, что предпринимать. Но уже в следующей программе. Всего вам доброго. До свидания.